Варнинский монастырь Варнинский монастырь Варнинске представили проект реконструкции Софийского монастыря. Все, что от него осталось, это остов храма, центральная арка и разрушенные кельи. А когда-то он занимал огромную по площади территорию, на которой сейчас расположен следственный изолятор временного заключения, называемый в народе Софийкой. За разрушенными стенами присматривают несколько монахинь, стараясь сохранить оставшиеся постройки. А молодой рыбинский дизайнер Анастасия Тарханова в качестве своей дипломной работы создала проект реконструкции монастыря, в котором по ее замыслу можно основать паломнический центр. Необычное зрелище можно было увидеть сегодня в центре Ярославля. Водители такси в честь победы организовали праздничный пробег. Колонна из 30 автомобилей проследовала через весь город и остановилась у музея боевой славы. Там таксисты возложили цветы к памятнику солдату 234-й стрелковой дивизии. Через Переславль прошел майский десант, так называется патриотическая акция, которую ежегодно проводят переславские школьники и студенты. В этом году в проекте приняли участие более 100 человек. По улицам города ребята пронесли фотографии своих прадедов, погибших на фронтах Великой Отечественной. В шествии приняли участие и ветераны. Колонны завершили свой путь в Парке Победы. Здесь звучала музыка военных лет. Участники акции не удержались от вальса.